Что происходит сейчас в регионе узнаем вместе в студии Анны Рязанова. Добрый день. Информационный хаос вызвало сообщение, размещенное в сети интернет о возможном исчезновении с улицы Архангельска сразу трех маршрутов автобусов. Это 11, 76 и 38. Особое возмущение у жителей областной столицы и такая реакция вполне обоснованная. Сегодня автобусы номер 11 и 76 востребованы пассажирами, поскольку их маршрут пролегает по центру города, обеспечивая связь между железнодорожным и морским речным вокзалами. А маршрут номер 38 вообще единственный на весь Кегостров. К счастью, никакой ликвидации пока не предвидится. Говорить об этом в корне неверно, пояснили в региональной ассоциации автотранспортников. В данный момент речь идет лишь об оптимизации сети маршрутов. У кого-то очевидная оптимизация ассоциируется с закрытием маршрутов. На самом деле это не так. Оптимизация подразумевает под собой большой ряд мероприятий. На 38-м там не позволяют дорожные условия запустить автобусы низкопольные. Там останется пазик. Просто поменяется, возможно, поменяется перевозчик. А на 11-м и 76-м планировалось заменить автобусы. Пока перевозчики работают в прежнем режиме. В августе администрация Архангельска объявит конкурс на обслуживание пассажирских маршрутов. А в сентябре будут заключены контракты с перевозчиками. Уже после всех процедур на городские линии должны выйти новые автобусы. Архангельск продолжает страдать из-за последствий сильных дождей. На этот раз подмочила белых медведей и другие уникальные экспонаты в областном краеведческом музее. Старая ливневая канализация не выдержала стихии. В результате затопленной оказалась одна из старейших экспозиций музея – природа северного края. До конца лета она будет закрыта для посещений. Сотрудники музея займутся просушкой экспонатов и будут подсчитывать ущерб. В прошлом году в здании музея выполнили ремонт потолков. Теперь же эти работы придется начинать заново. Конечно, это еще один звонок нам для того, чтобы активизировать работы по переноске нашей экспозиции и создание ее уже на новой базе в гостином дворе. Сейчас эта работа ведется и концептуальные, и художественные работы. Но вот живое здание – это, конечно, не место для экспозиции. Сегодня ровно месяц, как в Турецкой Алане, в автодорожной аварии пострадала семья Пашинских и Скотласа. 46-летняя Татьяна и ее дети – 24-летняя Мария и 13-летний Иван. Наших туристов сбил водитель легкового авто прямо на пешеходном переходе. Он общался с такой скоростью, что мать семейства, которая приняла основной удар при столкновении, до сих пор находится в реанимационном отделении клиники в Анталии. Сейчас Татьяна в коме. Ситуация осложняется тем, что страховая компания отказывается дальше оплачивать счета за лечение. А транспортировать больную на аппарате ИВЛ можно только бортом санавиации. Вопрос в том, кто организует и возьмет на себя расходы по вылету специализированного самолета в Турцию. Это стоит порядка 20 тысяч евро. У семи таких средств просто нет. Аланье – один из самых жарких городов Турции. Морской порт и курорт в провинции Анталия. По их меркам крупный, по нашим – вроде районного центра. С населением чуть больше 100 тысяч человек. Туристов Аланье принимает с середины 60-х годов. И сегодня гостиничный и апартаментный фонд города, включая пригородные поселки, превышает 200 тысяч мест. Развивается Аланье за счет сельского хозяйства и туризма. И все там устроено неплохо. Пляжи, Средиземное море, сервис – все включено. Только автодороги, судя по статистике происшествия, становятся все опаснее. Например, в нашей истории семью Ипашинских, похоже, уголовное дело хотели замять. Полиция пришла только когда Мария готовилась к выписке. При этом ее мать была на искусственной вентиляции легких, а младший брат уже улетел из страны. И произошло это после того, как по совету местных волонтеров пострадавшие наняли турецкого адвоката. О других странностях этой истории в материале Светланы Дейнека. Он отдал его в руки охраннику турецкоговорящему. Охранник его привел к стюардессе. Стюардесса передала его буквально ближайшему туристу, уехавшему с ним. 13-летний Иванович? Да. Вот так вот они нам отправили первого ребенка. 13-летний Иванов в ДТП почти не пострадал. Ссадины и ушибы можно считать платой за спасение. Тем не менее, несколько дней его лечили и обследовали в одной из 50 больниц Аланьи. А затем выписали. И несовершеннолетний ребенок оказался один в отеле за границей. Мать и сестра оставались в клиниках. Только когда его крестная мама Екатерина Большакова из Котласа подняла на уши российское посольство в Турции, где, кстати, ее неприкрыто отшили, подростка все-таки экстренно выслали в Москву первым попутным бортом. Спустя неделю почти по такой же схеме, только в сопровождении нашего врача медицины «Катастроф» отправили и Марию. 14-го мне позвонили и сказали, что завтра мы отправляем Машу гражданским рейсом бизнес-класса. Она вылетает в 19.30 таким-то рейсом. Ваша задача, чтобы по прилету Машу уже ожидала карета скорой помощи, и вы договорились с больницей, которая примет Марию. В результате Мария, одетая в корсет и бандаж, одолела не только перелет из Алании в Москву, но и поездку на поезде в Котлас. С узла ее встретила скорая, а через три дня девушки уже сделали операцию на сломанной ключице. Наши врачи тоже молодцы. Все, скорая стояла прямо у нас на перроне. Все, нас везли как ценный груз. А с Москве так не везли. С Москве по всем, да. Да, тут аккуратненько, аккуратненько. Мы сказали большое спасибо шоферу. Сегодня Мария держится молодцом. Хотя ей в аварии досталось. Было сломано восемь ребер, ключица, повреждено легкое. Девушка прошла через реанимацию, несколько операций в Турции и России. А еще ей пришлось нанимать турецкого адвоката. Их делом там никто и не собирался заниматься. Мужчина, который сбил нас, я не думаю, что он нам чем-то сможет помочь. Просто, как мне объяснили, он ехал на машине, и эта машина должна быть застрахована. То есть, если что, то потом с их страховки будет это все. Адвокат сказал, что вы раньше восьми месяцев-то результатов-то не ждите. Да, адвокат-то там. Да, на той стороне. Суд через восемь месяцев будет. Эта компенсация от виновника ДТП в семье будет очень кстати. Страховая компания, чей полис Пашинский приобрели вместе с путевкой в Турцию, оплатила счета за лечение Ивана и Марии. Но расходы за месяц пребывания их мамы в больнице Анталии давно превысили страховую сумму. Поэтому семье сообщили, оплачивать счета становится все сложнее, и больную желательно быстрее отправить домой. Это нужно и по другой причине. Турецкие доктора лечат травмы позвоночника, но отказались дословно лезть в голову, хотя и там требуется врачебное вмешательство. В таком состоянии вывезти Татьяну можно только санавиации, оплачивать которую страховая компания наотрез отказалась. Она мне сказала, Катерина, рейс санавиации мы поднимать не будем, потому что ваша страховка в 35 тысяч, она уже давным-давно закончилась. Счета по лечению у вас и так зашкаливают, и чтобы нанять борт санавиации, это стоит для родственников 20 тысяч евро. Эта сумма для семьи неподъемна, ведь вся семья – это Иван, Мария да сама Татьяна. Поэтому за помощью дети обратились в государственные структуры, Минздрав и МЧС. Там, прежде чем принять решение об отправке борта санавиации, изучают историю болезни Татьяны Пашинской. Вот уже несколько дней женщина находится в коме. Но каждое утро дети шлют маме голосовые сообщения, в которых надежда на ее выздоровление и скорую встречу на родине. Светлана Дейнека, Алексей Вачек, Архангельское телевидение. И сегодня мы получили официальный ответ из Министерства здравоохранения России по поводу состояния нашей землячки Татьяны Пашинской. В нем, в частности, говорится, оплата, оказанной гражданину России, находящемуся за границей медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию из иностранного государства в Россию, осуществляется согласно условиям договора об оказании медицинских услуг, договора добровольного страхования, то есть страхового полиса. Что касается пострадавшей в ДТП в Анталии Татьяны Пашинской, Минздрав России и специалисты Всероссийского центра медицины катастроф, защита контролирует ее состояние. При стабилизации состояния пострадавшую доставят в Российскую Федерацию в сопровождении врачей. Конец цитаты. К другим темам. 10 сентября жители Новодвинска выберут депутата в Горцвет. Завершен очередной этап предвыборной гонки. 54 претендентам вручили удостоверение, подтверждающее официальный статус кандидатов в депутаты. В общем списке 54 кандидата, 12 из них самовыдвиженцем. Среди представителей партии 21 кандидат от «Единой России», 13 от ЛДПР, 5 представителей коммунистической партии и 3 кандидата выдвинула «Справедливая Россия». Мы выбираем 10 сентября представительные органы муниципальных образований. И для каждого населенного пункта это всегда очень важно. Это отражает то пространство, в котором вы живете. Это представляет как раз всех жителей Новодвинска. И все вы горожане. Вот это надо помнить. Независимо от того, где вы работаете, в каких предприятиях вы работаете, вы горожане. Активное желание участвовать в предвыборной гонке изъявили и 12 женщин. Послушание, нюх и хватка. Сегодня четвероногие служаки из исправительной колонии номер 5 показали свою выучку по обнаружению наркотиков, задержанию преступника и прохождению полосы препятствий. Конвоировать, охранять и задерживать. Обычно кинологи начинают обучение собак в возрасте 4-6 месяцев. Винсент и его наставник – исключение. Они познакомились, когда лохматому другу исполнился уже год. Однако этот пес – один из лучших. На майских областных соревнованиях он занял 4 место из 18 участников. Собаки – они точно такие же живые существа, как и люди. У каждого свой темпераметр, свой характер. Каждой собаке нужно свой подход находить, какими-то разными методами воспитывать. На попечении кинологического отделения Коряжемской исправительной колонии 16 собак. Беспокойное общество овчарок разбавляет единственный лабрадор – Нортон. Чернявый пес обладает неугомонным нравом и чувствительным нюхом. Его специализация – поиск наркотических веществ. Они в реальной жизни работают. Были случаи применения специальной собаки в комнате свидания. Было положительный результат – поизъятие наркотических средств. В исправительных учреждениях по морю несут службу более 300 обученных собак. За последние полтора года с их помощью удалось задержать 29 преступников и 11 раз обнаружить наркотические вещества. Благодаря хорошей подготовке этим животным по зубам любые барьеры. Без тесной дружбы не обходится ни один союз собаки и кинолога. За годы службы каждый пес становится полноценным членом семьи дрессировщика. Четвероногие работяги трудятся 8 лет, а потом уходят на заслуженный отдых и меняют статус служебного пса на домашнего любимца. Вадим Федосеев, Архангельское телевидение. Информационные итоги сегодняшнего дня в 19.20 на канале ТВ-центр. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова